70-метровые наклонные печи обжига извести. Тут готовится материал, без которого не обходится ни одна плавка. Получают известь железнодорожным транспортом. Зимой при низких температурах ее необходимо размораживать в специальном гараже, который оборудован горелками, работающими на природном газе. Система сложная. Именно поэтому специалисты цеха обжига извести решили соорудить специальный стенд для обучения молодых специалистов. Гараж размораживания стаблучных грузов относится к категории четвертой группы газоопасности. На данном участке работают 8 машинистов размораживающих установок. Теоретическое обучение проходим в управлении главного энергетика. Практическое обучение проходим непосредственно на рабочем месте на специальном учебном стенде. Работаю сравнительно недавно, закончив георазведочный техникум на следствие ремонтика. И после обучения на данном учебном стенде стал чувствовать себя увереннее, так как стал сравнительно разбираться в газовом оборудовании. Вместо природного газа в систему подают воздух. Это позволяет и опытным специалистам, и молодым чувствовать себя комфортно, исследовать все ситуации, которые могут произойти. Более того, некоторые детали стенда специально подготовлены для учебы. Правда, заметить это можно только полностью разобрав оборудование. Данный стенд полностью повторяет действующее оборудование, которое действует в гараже размораживания цепочек грузов. Стенд сделан из регулятора давления. Это основное оборудование, которое регулирует давление газа. Внутри регулятора давления каждая запчасть выкрашена в разные цвета, чтобы на цветовом уровне новоприбывшие работники и работники участка могли сразу определить, как собирается и разбирается данное оборудование. Экономического эффекта этот стенд не приносит, но делает работу с газовым оборудованием более безопасной. Учебный технологический узел был создан в рамках фабрики идей одного из инструментов бизнес-системы «Металлоинвеста». Внедряя подобного рода проекты в цехе обжига извести, удалось систематизировать работу по всей производственной цепочке, начиная от банального расположения инструментов в ящичках и заканчивая распределением запасных частей.